Посмотрим, что значит вообще испытание. Прикольно, рогатый Дани Хэйн пошли. Ты посмотри, я что-то натворил. Михаил, у тебя слишком короткие шортики. Сейчас у него собачки побегут, собачки. Ага, вот они, вот они. Псы. А почему Ганте тоже красный? И он защиту делает? Вот от них надо избавляться, вот от вот этих, которые лечат. Это вообще, я считаю, нечестно, что противники могут подлечиваться. Нажал следующая остановка. Маленькая планета Ярила. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ярила, 6, встречай команду первопроходцев. Вечерочек, ты на канале Ганте Геймс, где мы с тобой играем в разные игры. И мы продолжаем играть в фанкастер Рейл. И так как я пересмотрел тайминг, вообще снятие видео, чтобы было больше как-то интересного происходило, хотя бы сюжета. Поэтому начинаем чуть-чуть с книг, там с базы данных, чуть-чуть начинаем с испытанием персонажей, потому что там много новых этих персонажей. И идем четко по сюжету. Так, и начинаем мы с персонажей. Как, ну, начинаем, продолжаем с персонажей. Так, получается, Ганте, что новое появилось? Воспоминание о себе. Когда наступит момент сделать выбор, сделай тот, о котором ты точно не будешь жалеть. Воспоминание об Экспрессе. Какая была бы у меня жизнь, если бы я не попал в Найэкспресс? Да не может быть никаких если. Воспоминание о космической станции Герта. Место оружия есть по... Я пользуюсь диковиной. Я не знаю, откуда она, но должно быть, она важна, раз ею заинтересовалась госпожа Герта. Воспоминание о разрушении. И откуда только взялась воля к разрушению? Неужели из-за Стелларона внутри меня? А мы это еще не слушали? Вот наш шанс. Будьте бдительны. Начнем. Это будет быстро. Так, ожидание хода. Кто следующий базоват, так разрушение, твоя подача, навык разрушения. А как тебе такое? Поражение, слабая атака, разрушение. Просто царапина. Поражение, сильная атака, разрушение. Я и не такое выдержу. Сверхспособность, активация, разрушение. Правила для того, чтобы их нарушать. Сверхспособность применения 1, разрушение. Ты вылетаешь. Сверхспособность применения 2, разрушение. Не злоупотребляемое гостеприимство. Сверхспособность применения 3, разрушение. Решающий удар. Неспособность сражаться, разрушение. Я проиграл. Возвращение в битву, разрушение. Начнем второй. Ининг. Что такое ининг? Восстановление HP, разрушение. Вот так лучше. Техника, разрушение. Еще немного. Да, видишь, тут много-много чего пооткрылось. Победа. Дайди до финала своей дороги. Открыть сундука 1. Выглядит неплохо. Открыть сундука 2. И это все? Открыть сундука. Отлично, чем больше, тем лучше. Успешное решение головоломки 1. А, вот как? Успешное решение головоломки 2. Она не сравнится. Не сравнится. Обнаружен противник. Здесь у нас стратегия. Возвращение в город. Время есть. Куда теперь? Окей. Так, что-то ты еще о себе помнишь? О, разве это не читали? Юноша в имени Гантэ, поднявшийся на борт Звездного Экспресса, чтобы устранить опасность, исходящая от Сталарона. Ваша история. Ваши воспоминания скудны. Вы не знаете, откуда пришли. Может, вы вообще из ниоткуда. Вы слышали лишь, как чей-то нежный и печальный, но настойчивый голос шепчет вам на ухо. Только зря поторапливая вас. Но когда вы открыли глаза, обладатель голоса исчез. Так семя пустила корни. Этот шепот становится все отчетливее, окутывая вас заботой и безмятежностью. Он вкратчиво дает вам наставление, порой твердо, но всегда с нежностью отдавая в руки путеводную нить. Нить, которая, по всей видимости, мягко плетет завтрашний день. Из пустоты гигантский зверь урвать кусок охоч. В его золотых зрачках отражается темная-темная ночь. За тайной завесой все ваше былое, и вас не отпустит такое лихое. Путем освоения пройти не так просто. Вперед первопроходец через тернии к звездам. Красиво звучит, вообще по кайфу. Экспресс создает громкий гудок, словно желая поскорее умчать вас в будущее. Вы хотите того же. Оказывается, прогонты мы не читали, прикинь. Только чуть-чуть, видимо, посмотрели. Но Байлу все у нас. История открылась. Да, у нее все-все-все просмотрено. История. История персонажа 1. Собрание истории болезни, составленное комиссией по алхимии, том 48-й, случае 12-46. Лечащий врач Байлу пациент Юэчжуй, женщина из лисьего народа, возраст 62 года. Жалоба по неосторожности съела шоколадную конфету, купленную у торговца Инамирса, что привело к сильной жажде и чрезмерному употреблению воды. Обширная боль, боли, в частности в желудке, одышке и выпадению больших клоков меха на хвосте. Диагноз пищевое отравление. Назначение. Корень сафоры, 1 тянь, свежий корень солодки, 1 тянь, 1 фынь, нефритовый эликсир с 5 злаков, 1 бут, бутылка, видимо, 1 бутылка, брошюра о запрещенной пище, 1 экземпляр. Применение. Выварить корень сафоры и свежий корень солодки в нефритовом эликсире из 5 злаков, пока жидкость не уменьшится вдвое. Процедить от осадка и употребить в количестве необходимом для вызова рвоты. Прочесть брошюру о запрещенной пище 500 раз до полного заучивания. Замечание. Типичный пример пищевого отравления. Поражение внутренних органов лечится солевой дракона. Задача назначения вызвать рвоту, чтобы избавиться от остатков токсина. Считаю обязанностью отметить, что лисий народ, пусть и самый крепкий здоровьем из долгоживущих видов, не усваивает шоколад. И это общеизвестный факт. Обращение со столь незначительными недомоганиями отнимает время как у меня, так и у других пациентов. Кроме того, быть может для меня найдутся более сложные случаи. Вы что, хотите напрасно тратить мои навыки? Вот все. Теперь мы идем проходить испытания. Но прежде чем начнем, сообщаю. У меня есть страница на бусте. Для тебя доступны разные виды подписок, чтобы получить анонсы и смотреть эксклюзивный контент на бусте. Вступай в группу вк, где ты можешь предлагать разные игры для прохождения. Подключайся к серверу Discord для общения и обсуждений Хванкаиста Рейл, хорроров и много чего еще. Жду тебя там, все ссылочки в описании. Так, смотри, что у нас тут есть, получается. Вот они все испытания. Так, подарок. Ага, два золотых. Мы сейчас быстренько, быстренько начинаем это все проходить. Получается, у нас тут много разных новых персонажей. Начинаем быстренько всех, всех, всех просматривать. А я не посмотрел, кто это. Как их зовут? Искорка. Пока искорка находится на поле боя. Максимальное количество очков навыков отряда увеличивается. Восстановить большое количество очков навыков отряда. Повышает анонсим урон и фактический урон всех союзников. Все, просто бежим. Искорка мне сказали, что ты прям какая-то мощная. И владеет ногами. Понял? Она мощная. И владеет ногами. А что произошло? Ну меня ошлепнули. Это мы все не читаем. Это занимает очень много. Ай, нас сразу бьют. Потому что я не ударил первый, да? Так, кто у нас есть? Искорка, я понял. Цинтьюэ. Эту такую мы еще не видели. Рысь. И Тинь-Юнь. Ага, хорошо. Тинь-Юнь. Тинь-Юнь. Получается, получается. Кто мы? Можем сносить им, да? Ой. Я не то хотел сделать. Два раза жмется. Так, ты ему пробиваешь тоже, да? Воу. Что такое? Усиляй. А что мы делаем? И что это? Так, ну допустим. Допустим, я понял в чем беда. Так, восстановление. Так, нам кто это? Вот ее надо восстановить. Все супер. Это что, поддержка? Нет, пока без поддержки. Давай, давай посмотрим, что ты умеешь делать. Давай быстренько показывай. А что ты делаешь? А, всех поддерживай. А, вы здесь есть, как? Допустим. Так, теперь. Давай обойдемся без поддержек. Вот это его может. Вот тут какой-то сильный босс. Ты посмотри. Надо его... Ага. Так, первая помощь. Ага. Она у нас была, точно. Я вспомнил, было такое. Но мы там нормально себе на... Давай, теперь ты. Вы какие-то одни поддерживающие все. Теперь ты давай бей. Вот она хотя бы бьет. Это хорошо. Так, один остался. Супер. Супер. Лупим, лупим. Почти, почти его пробили. Давай. Отлично. Вот теперь потихонечку, потихонечку, помаленечку. Давайте его все. Он не скоро подойдет. А, надо было усилять у нас, глянь, сколько этих штук. Блин, 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 блин. Ладно. А, она... А я забыл, что он делает. Она вроде бьет, да? Нет, она поддерживает. Но мне сказали, что она прям вообще огонь. Что ее неплохо было бы получить. А, усилять нельзя. Ты как-то сама там усиляешь за всех. Ну, давайте будем его потихонечку бить. Хотя, я, наверное, не буду вот это тратить. Пусть оно будет. Как бы, когда будет прям все плохо, тогда и будем это использовать. Так, получается, нам нужно... Его бить. Правильно. Она и тогда бьет. Нет, она поддерживает. Я путаюсь. Они с искоркой для меня очень похожи. Так, усиляй. А, уже сразу же? Как-то долго. Давай, групповая атака. Ты должна пробить его хорошо. Так. Молодец. Пробила действительно хорошо. Вот. Супер. Почему как... Почему он восстановился? Так быстро. Бей его. Глупи. Вот, отлично. Так, все. Ага. Ну, блин, это занимает, конечно, больше времени. Но ничего. Так, это кто? Цзинь Юань. Красиво. Он со львом. Нифига себе. Но мы смотрим персонажи. Да, видишь, их дают. Цзинь Юань. Производит повелителя молнии, который автоматически атакует противников. Навык и свееспособность увеличивает количество ударов за одно действие повелителя молнии. Тут еще весь прикол в том, то, что, как ты понимаешь, это же нужно просматривать. И что мы сделали? Вот это у него там вообще копье, ты видел? Так, понятно. Так, кто у тебя? Давай посмотрим. Цзинь Юань сам. Собственность персоной Тинь Юань, Аста и Наташа. Да мы уже всех почти выучили. Так, этих ты не подходишь к ним. Отскок. Ну, давай вот так. О, у нас сразу. Повышение скорости. Окей, ладно. Поддержка нет, никого не поддерживай. Просто давай пробивать. Пробивай, усиливай. Все, нам нужно прямо это. Вот, 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 давай она тоже сейчас будет. Что? Я не ожидал такого. А у тебя не то. У тебя такая пушка, она должна убивать, а не лечить. Почему не такие сложные? Он всех, вообще всех лупит. Отскок. Давай вот так. Но они, видимо... Это что сейчас было вообще? Это что произошло? Это ты такое сделал? Офигеть. Слушай, да он тоже жесткий мужчина. Нам никого лечить не надо, поэтому мы просто его будем потихонечку бить. И чё? Он сейчас опять вызовет своих дурачков, да? Потому что пока не вызвал. Но нам нужно что-то сделать, чтобы... Это тратилось... Посмотри, что ты делаешь? Почему ты это делаешь? А, он нас так всех бьет. Ты нас не убьешь все равно. Так, так. Так. А что она делает? Она бьет? Так, ну нам нужно подлечиться, я так понимаю. А, нет, она не бьет. Как вот мне понимать издалека, что она не бьет? Потому что так не сообразишь. Я хочу, чтобы они ударили, а они лечат. Ну давай, повышай. Но... Долго. Это занимает долго, на самом деле. Это кажется, что быстро. Но на самом деле нет. Ещё какие-то для них противники сложные даются. Заметил? Очень сложные противники. До этого мы как-то быстро прям проходили. А тут... Что-то сложные какие-то все. Вот, всё, убили. Молодцы. Ну, этот неплохой. А где лев? Я ждал льва. А льва не было. Это кто? Сампо. А он у меня был. Они повторяются, по кругу ходят. Я думал, это прям новый-новый персонаж. А нагладно для всех противников садут боевые отрыва не повышает. Получаем всеми противниками периодический урон. Всё, побежали. Он тоже здоровый. Это кто? Это кто-то... Такие люди. Так, сампо. Понятно. Так, это один босс получается у нас. Кто у нас здесь? Сампо, Наташа и Аста. Так, они все усиливают. Я уже запомнил. Лупи-лупи ее. Ага. Блин, это поддержка. Ну, тоже пойдет. Поначалу-то поддержка-то вообще кайф. Повышение скорости. Отском. И ты давай сразу бей. Да, мы видели. Сейчас хотя бы графика должна быть. Сейчас хотя бы графика должна быть. Нормальная. У меня. Ой, это я зря сейчас сделал. Лупи-лупи ее, лупи. Лупим ее, лупим. Наташу не используем. Она пока нам не нужна. Он что-то готовит. Ты что вообще за существо такое? Объясни. Просто понимаешь, что читать о каждом существе? Ну, это вообще жопа будет. Ого! В смысле? Лечи срочно. Если бы я знал. Если бы я знал, что так это будет происходить. Поддерживай. Ай, вот и увеличит. Сейчас у меня наберется. Нет, не набралось. Лупим ее. Она сейчас убьет нас просто всех. Молодцы. Вот это быстро. Вот это получилось быстро. Забрали. Молодцы. Что дальше? Цинь Цюэ. Вот. Мы с ней уже что-то делали. Она у нас уже была. Может вытягивать кости в свой ход. Вытягивай четырех костей. Одной масти пузыряет. Используйся в заключительное умение. А, вот что она там творит. Окей, побежали. Это мы сейчас тогда сделаем. Вот еще какой-то... Засада! Меня поймали! Ты видел? Засада! Ну и нас сразу будет пить. Нет. Кстати, нет. Так, но они не сильны, по крайней мере. Они так сильно нам не снимают. Защиты давай всех будем защищать. Во-первых... Ганте. Во-первых, защищаем Ганте. Усиливаем. 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 О, получилось! Четыре набрали. Супер! А, минус один? Практически. Все, минус один. У нас пока усилений нет. О, да мы сейчас... Слушай, да она вообще норм. И всех убила? Нет, не всех. Не всех, но тоже сойдет. Не-не-не-не, подожди. А, вот, получается, она его защищает. Все, это я понимаю. Это я все прекрасно понимаю. Ага. И остается последний? Ты правильно понял? Да, остается последний я. Давай говорить правильно. Последний я. Ханья. Последний я, Ханья. Вот так. Ты кто? Восстанавливай тачки навыков отряда. Повышать скорость и силу атаки выбранного союзника. Ханья. Статухой. Ханья с татухой. Побежали. Так, а я могу от тебя... Уязвимость. Вот, все, получается, не засада. Кистер. А, у нас была Ханья. Была, мы ей играли. Ага, цепи. Ой, она усиливает Даньхена. А там можно выбирать, оказывается, было. Ладно. Бей, 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 бей его. У нас нет времени на ожидание. А почему ты сразу же восстанавливаешься? Это нечестно, я считаю. Он еще и цель. Ну, вообще, супер. То, что так делает. Одиночная атака. Вот так. Лупим. Я тоже луплю. Еще раз, еще раз. Ганты лупи. Лупи, лупи. Лупи его. Все, супер, прошли. Теперь мы быстренько проходим по тому, что мы тут понаполучали. Совершаем несколько прыжков. Друзья. Это запросы друзья. Так, ой, смотрите. Много-много кого. Вот это я не прочитаю. Я тебя принял. Если что, пиши в комментариях, что это именно ты. Тот самый. Тоже пиши в комментариях, что мы тебя тут увидели. Игник. Игник. Не знаю, куда именно ударение. Рэм-бо-бо-гигр. Я прочитал. Я прочитал, все вроде нормально. Тоже принял. Пахан. Ну, Пахана, я думаю, узнать получится. Если он напишет это в комментариях. Все, ребят, всех принял. Теперь прыжки. Так, у нас есть перечные всплески. Вихрь небесный. Ну, я думаю, он не так нужен, как если вы сказали, что вот она супер. Надо брать ее. Ну, я слушаю совет. Я слушаю советы, которые зря, я думаю, подсказывать мне не будут. Не открывай. Сказано же, не открывай. Ну, и Бунтарса, дорогуша. Как тебе в Пинаконе? Я там еще не был. Наверное, очень нравится. Раз уж у тебя столько храбрости и бунтарства, я сделаю тебе подарок. Он поможет согреться. Ты знаешь, о чем я? Это путеводитель путешественника, очищенный эфир, кредиты, цены, материалы, сомнительные пользы и даже одежда герцога инфернального огня. Серьезно, одежда? Все в твоих руках, да? Кстати, есть еще один подарок, но я не знаю, что внутри. Если это окажется что-то ценное, напиши об этом в сети Межзвездного Мира, я увижу. Или оставь в почте и проверь в следующем году, в этот же день. Возможно, тебя ждет сюрприз. В следующем году не будет этого же дня. Получай. Что это топливо? Похвала. Так, это что? Что вы что-то обновили, да? Хорошо, награда. Это я активировал. Рассылки, рассылки. Ну и все. Получить все. Особо тут немного у нас в этот раз. И давай купим прыжки. Сколько у нас? 7. Давай возьмем. 10. Получается. Чего мы тут можем потратить? Сейчас по скидке вот эти штуки. 5 штук. Ну давай, вот их возьмем 5 штук. Да, там же больше ничего интересного нет. Да, давай вот этих 5 штук возьмем. А это что-то такое хорошее прям. Неугасаемый пепел. Может его не надо использовать? Давай, может еще что-то посмотрим? Такого у меня вообще нету. Ну, давай, ладно. Вот этих тоже у меня немного. Но я, конечно, бы накопил вот на кого-нибудь из них. На Айдалон. Это же очень хорошо. Поэтому это мы тратить не будем. Значит, берем вот это. А это все для прокачки. Оно подождет. Получится, мне нужно... А, у меня всего 5. Их здесь всего 5. И смотри, там же еще прыжки, которые за обычные билеты. Так, сколько у них было? 3, 5, 8, 2 мне нужно. 2. Подтвердить. Все, у меня должно быть 10. Да, все, четко прыгаем. Еще есть, кстати, за обычные билеты прыжки. Что-то странная песня опять. Я кого-то выбил? С первого раза? К чему-то такой пафос. Спелый плод, янтарь, шестерни. Большой, больше подписок. Но это все ерунда. Конусы это глупость. Цинтюи. А, да Цинтюи, что мне Цинтюи? Она неплохо бьет, кстати. Цинтюи. 4 звезды у нее. Цинтюи. Так, ладно, мы не выбили. Жалко. У нас же много. Сколько вот, если я 10 штук возьму? Это вот равен 1600. Ну давай еще разок. Хорошо, еще разок. Цинтюи. И получается вот этих тоже, видишь? Нужно, давай, два возьмем прыжка. И тоже сделаем так. Там с выгодой мы можем получить. Давай два с выгодой. Не знаю, нужно ли оно, не нужно. Пэ-па-херам. Берем два прыжка. И делаем сначала вот это давай. Там же тоже что-то дадут потом на выбор. Я почитал, там 300 прыжков сделаешь. Что мы вообще вряд ли сделаем. Когда в жизни. А тоже, сейчас опять пафос. Нет, не пафос, не пафос. Почему-то я уже забыл, как выглядит пафос. Кролик же на месте. Поэтому все нормально. Вообще ничего не дали. Только одни конусы. Ага. Ну да, только одни конусы. Но это неинтересно. Так, ладно, все, идем прыгать вот здесь. Все, прыгаем и игра начнется адекватная. У нас как раз есть время. Все быстрее, видишь? У нас до этого было 40 минут. Мы все это делали и потом только пошли. А сейчас все быстренько. Проверяем, проверяем. Давайте мне сразу эту. Мне кажется, с первого раза. Это Орлан. Ну и Эдалон. Окей. Сразу просто никто не выпадет. С одного раза. Это должна быть неимоверная удача. Дубликат. Орлан дубликат. Это его бы погоняло. Орлан дубликат. Теперь мы, значит, идем к Орлану. А вот она. Блин, она мне тоже понравилась. Она очень мощно все делала. Давай мой Эдалон. Когда HP ниже или равно 50% от его максимальной HP, урона навыка повышается на 10%. Активируясь. Блин, что же взять? Где она? А кто это? А как она выглядит? Все, я персонаж. Может вместо Михаила ее взять? Мне просто сказали, что Миша это вообще говно. Ну, конечно, не прям так написали, но я понял, что это так. Экипировать. Ты кто? Сила атаки владельца повышается на 16%, когда владелец победа из противника, его крит урон повышается на 24% от прихода. Ну, давай вот это. Окей. Экипировать. Усилить. Да я ее возьму. Мне понравились вот эти вот штуки с ее костями. Как она ими гремит. Наложить. Автодобавление. Нет такого у нас никогда в жизни и не было. Не, погоди. Точно ли мы ее прокачаем? Вот оно время, где теряется. Я понял, где время теряет. Цинь Цюэ. Если я повышу уровень сейчас, я могу прям. Могу. Я могу себе это позволить. Давай вместо меня. Вот вы говорите, Миша говно. Если Миша говно, беру Цинь Цюэ. Все. Меня долго уговаривать не надо. Я сам тут с теми решил. О, следы. Тоже прокачаем. Сила атаки повышается на 4%. Это все. Это же огонь. Дальше нельзя. Дальше нельзя. Хорошо. Теперь мы делаем что? Мы делаем световой конус. Ей прокачиваем. Нет. Мы прокачиваем и световой конус. Усили... А я все световой конус усилил. Подожди. Моим-то главным ребятам я усилил все конусы. Усилить. Двадцатый. Окей. Ты у меня. Усилить. Вот у тебя не усилены. Это как вообще наложить? Нельзя наложить. Автодобавление. Мы тебе должны усилить. Ну. Как мы тебе не усилим конус? Потом. Кто у нас? Миша, нет. Миша, отдыхай. Усилить. Тебя тоже. О. Когда владелец побеждает противника, его сила атаки повышается на 48%. Это вообще огонь. Это все. Бойтесь. Бойтесь. Рацию. Он вас просто всех порешает. Опасно. Опасно. Ну и давай Цинь Цюэ. Где ты? Где ты прячешься? Вот она ты. Усилить. Наложить. Мы уже проверяли. Значит, автодобавление. Прокачивай. Теперь я иду, прощаюсь с Мишей. Как мне войти в отряд? Отряд. Миша, до свидания. И я беру Цинь Цюэ. Ты где? Вот она. Добавить. Видишь, как она радуется? Быстро настройку. А. Окей. Все. Начинаем играть. Так, подожди, он там что-то говорит нам налево. Значит, мы можем прийти прямо. Вот так мы и играем. Наград за уровень освоения. Да, это подождет. Это место еще свободно от коррозии. Но монстры фрагменты мы уже добрались сюда. Да, поэтому пошли их. Будем лупить. Боюсь, Таларон оказывает огромное влияние на этот мир. Получи, птичка, книгой по голове. Да мы вас сейчас бы порешаем всех. Что это? 60%? Ничего себе. Просто бей. Просто бей. Все. А почему я это делаю? Объяснить. Ух ты. Да, они тут все превратились. Опасю же. Ролик. А, нет. Фильда. Какой странный объект? Кажется, что ему совсем не место в снежных полях. Может быть, господин Вельт знает, что это такое? Отправлю ему сообщение с вопросом. Вельт. Все на экспрессе. Да, будьте на связи. Что это, господин Вельт? Вельт печатает. Это чашелист. Особый объект, порожденный искажением пространства. В чашелисте есть некоторые данные о реальности, которые могут пригодиться, но, пожалуй, будьте осторожнее при контакте с ним. Существование чашелистов, чашелистов, или чашелистов, чашелистов, наверное, до сих пор остается для нас загадкой и опасность, стоящаяся внутри, невообразимо. В предстоящем путешествии вы можете и столкнуться с другими чашелистами, подобными этому информация о реальности, хранящаяся в разных чашелистах, может отличаться. Досуду новая функция. Чашелист золотой. Побежать от противников, чтобы получить обычные материалы. Открути межзвездный противодитель. Ну, давай, началось. Так, чашелист золотой добавлен в путеводитель межзвездного мира. Здесь можно посмотреть подробности. В этих режимах требуется потратить энергию освоения, она восстанавливается со временем. Ага, двойные награды на сегодня. Бутон воспоминаний, Ерила-6, пригородные снежные поля. И что это? Опа. Так, чашелист золотой бутон воспоминаний. Сложность 1, это противники. Можно получить кучу наград. Так, странное создание в форме светочного бутона с золотыми тычинками, пистиками, чернильно-черными лепестками. Кажется, что оно имитирует и собирает воедино элементы, встречающиеся в реальности, в попытке создать что-то новое. Ну давай, что это нам? Поддержка? О! Поддержка. Некоторые режимы игры позволяют персонажам поддержки помогать в бою. Используйте персонажи поддержки, а друзей или рекомендованных системой. А как-то одного можно выбирать? Я что-то не пойму. Я пока, наверное, попробую один. Посмотрим, что это такое. А там решим. Рекомендуемый тип. Ага, видишь, рекомендуемый тип. Да они у меня сильно, они всех победят. Что вы мне пытаетесь... Керачить их сами. Хватит мне вот этого. Я просто посмотрю, я устал. Это слишком много мы это делали. Все? Мы победили? Блин, мне нравится. Ой, вообще кайф. У меня команда. Все испытание... Пройти еще раз? Давай еще раз. Они сами-сами справляйте. И сколько мы так можем все потратить здесь? А стоит ли оно того? Ладно, давай, вот еще раз мы это сделаем. О, это вы зря на нас напали. Ребята, это зря. Так, смотри. Ты мне объясни, должен ли я тут тратить это все или нет? Я не хочу тратить на это время, потому что я не знаю, оно закончится когда-нибудь или нет. Страна создания в форме светочного бутона с золотыми тычинками, пестиками и черними-черными лепестками побережать и ротинько, чтобы получить материалы опыта персонажа, материал опыта северного, цветового конуса и кредит. То есть он может закончиться или нет? Напиши, если он может закончиться, то я к нему буду возвращаться. И я все пройду. Если же нет, вот видишь, что что я бесконечно могу вот этим тренью заниматься? Оно мне не нужно бесконечно этим заниматься. Так, я могу посмотреть, что здесь произошло с людьми. А меня не хотят пускать туда. А, и у нас что-то тут еще есть. Ага, сад множества. Во время событий пройдите в чашелист золотой и чашелист багровый и удвойте награду. Но это то же самое все. Пройдите, чашелист. Так, это я сделал. Прогресс. Получаем. Даже весенние потоки рек получили. Еще что-то. Так, завершите миссию возрасте любого персонажа. Это еще не дошли до такого. Реликвии мы тоже не открыли. Один мир с виртуальной вселенной. Это туда герки возвращат. Нет, подождите, дайте я хотя бы поярила, похожу. Вы мне и так не даете походить всякими своими заданиями. Осмотри. Эти задания погребены в снегу. Что? Так, это крыши? Только же здесь шел снег, чтобы накопить такой слой. Очень и очень долго. Да, очень и очень долго я добирался вообще до этой миссии. Птица. А, вы видели, кажется, что-то шевелится. Да, погоди, покажи мне птицу. Алло. Что-то шевелит. Птица шевелила. Они могут на них посмотреть. Купите их быстрее. Чтобы они не тратили мое время. Я, наверное, вернусь к чашелисту в конце серии. А может я так пройду? Короче, ты меня... Если я все-таки не решусь, ладно, решим. Да хватит туда смотреть. Взял, и тут все перекрывает весь обзор. А почему? А, мы не могли дальше пройти. Это вот туда, направо надо. Вот так, наверх. А мы должны что-то здесь посмотреть. Тут ничего нет? Ничего нет? Посмотреть. О, ролик. Ничего себе. Эй, вылезай оттуда. А то замерзнешь до смерти. Потом. Как вот это мы видела? Это сугроб. Надержка дыхания не поможет. Пропусти, Март. Если чья-то голова застряла в песке, ну или в снегу, то этому человеку не помешает помощь. Молодой человек прячет в снегу. Ай. О, здорово. Мой друг, дорогой друг. Неужели это действительно было необходимо? Ползать по снегу в наши дни преступления? Зачем копьем-то тыкать? А куда ты мог копьем попал? Даньхэн. И ты, и ты вот разведи руками. Ммм, ну опять же, не могу вас винить. Ага. Я застал вас врасплох. Это должно быть случиться. Это должно было случиться. Можно даже сказать, что я заслужил. Да и в итоге несколько новых друзей нашел. А командующий гепард здесь? Мы с ним старые приятели. Кто? А я его играл уже. Подождите, вы не с... Среброгривых стражей? Ну почему сразу не сказали? Оказывается, мы все-таки на одной стороне. Приятно познакомиться. Меня зовут Сампокоски. Майк Вазовск. Я Гантэ. Айм. Эм, Гантэ. Отлично, я запомню это имя. Никогда не думал, что встречусь с товарищами по профессии в этой мерзлой пустоши. Эх, в наши дни дела идут плохо, но не бойтесь, Сампокоски мы забираем... А, не забирает все себе. Сокровищ здесь более чем достаточно. Так что давайте погатить вместе. Ха-ха-ха-ха-ха. Вот так. А почему бы нам не объединить усилия? У меня есть надежная информация о том, что основные силы с Среброгривых стражей отправлены на передовую. Это прекрасная возможность. О чем ты говоришь? Среброгривые стражи? На передовую? Кто-таки Среброгривые стражи? Да ладно вам. Я понимаю, что вы мне не доверяете, но зачем говорить загадками? Я такой же знаю, но я также знаю правила игры. Бдительность. Это главное в нашей профессии. Я виноват в том, что позволил своему энтузиазму и искренности взять верх над собой. Что бы то ни было, наша встреча должна была... Должна быть... Была предначертано звездами. Спрашивайте меня о чем угодно. На подробности не поскуплюсь. Тем не менее, давайте побыстрее. Среброгривые стражи могут оказаться рядом в любую минуту. Поблизости есть поселение. Поселение? Ммм, как литературно. Да ведь есть только одно место в этом мире, где еще живут живые. Наш любимый Белобог. Чем дальше вы уходите, тем сложнее становится. Город сохранения. Возвышающийся цитадель. Последний пассион человечества против вечной мерзлоты. Возможно, звучит несколько чересчур, но эти названия соответствуют действительности. Единственное место, где люди могут выжить за этими непреступными стенами. Почему ты спрятался в снегу? Я? Вы, ребята, до смерти меня наперебугали. Я искал реликвии на продажу, а тут вы. Думал, что меня навестили среброгривые стражи. А если серьезно, в следующий раз полегче, ладно? Если вы столкнетесь со стражами, они не станут прятаться в сугробе. А вы окажетесь в камере раньше, чем что-то успеете сообразить. Я понятия не имею, кто такие эти среброгривые стражи. Вы действительно не знаете? Треброгривые стражи — это солдаты-силовики, полицейские и белобога. Скажем так, они не самые сговорчивые, и они любят навещать людей, занимающихся нашей работой. Чего ты разводишь руками? Похоже, вы и правда новички в нашем деле. Эх, стать бы снова молодым и наивным. Давайте вот так, вот как поступим. Как старший специалист в этой области, а я уверен, что вы не станете возражать, что я старший, дам вам несколько бесплатных советов. В этой профессии свои правила, и вам следует их изучить. Как не привлекать внимание, находить и оценивать товары, от стражи прятаться. Для всего нужна сноровка. Нам это не нужно. Можешь просто нас отвезти в город, мы не знаем дороги. В город? Уже? Я ведь даже не начал торговлю. Дорогу покажу без проблем, милашка, но придется заплатить. Вот, сейчас тебе он копье засунет куда надо. Ну, я с удовольствием. Доброта — это второе имя, сам по-коски. Следующий за мной, друзья, только тихо. Мы не хотим, чтобы нас заметила охрана. Ммм. В конце поднатужился. Так почему ты скрывался от стреброгривых стражей? Ух, я просто спрятал несколько реликвий подальше от постановленных глаз, ничего такого. Если бы не бескомпромиссный характер гражданской службы, скрываться бы не пришлось. Так, откуда вы вообще, ребята, не пытаюсь лезть, не в свое дело, просто хочу побольше узнать о новых друзях, не страшно, если не расскажешь. Давай потом и что поговорим. Смотри, короче, я придумал такой план, там было 10-12, я сейчас все потрачу, перемоточки. И пойдем дальше. И пойдем дальше. Так, смотри, моя логика была такой, что мы получаем все двойные награды. Да хватит, уровень освоения получили. Что мы получаем все двойные награды и хватит этого. Если ты хочешь, все, я уже не знаю, что делать, ты уже сам опиши. Все, 0, видишь, 0. Больше, значит, что делать нечем. Если есть какие-то еще варианты, то есть для чего-то это нужно, нужно это постоянно бить, 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 я не знаю, что еще с ним делать, ты опиши, расскажи, что я точно, куда побежал, дурачок. Сейчас я заберу, заберу награду, погоди. Губитель людей, активируйте бонус такой таланты, я мысль, я существую, доктора рацию, 4 года подряд в одном бою. Ну да вообще, это без проблем. Стой теперь. Так, господи, где мы, когда мы выйдем? Остановись. Мы с тобой можем поговорить? Нет? Не можем. Ладно, побежали, я быстрей. Я не могу выдогнать. Мы бы тут прыжок, я бы сейчас, как прыгал бы. О, да, жизнь нам нужны. Жизнь, все, я быстрей. Правило номер 7, никогда не оставляйте следов. У меня есть особая техника, называется невидимые следы на сниму. Помогаем мгновенно избавиться от преследователей. Тони. Помните среброгривые стражи, которых я упоминал? Это они. Помогите, старые друзья. Не хочу, чтобы меня поймали. Это подозреваемые его сообщники. Арестуйте их. Фу. Да вы тут вообще лохи. Лохи. Посмотри на них. Мы слишком сильны для вас, ребята. Слишком. Сколько? Две. Глупи их, Дань Хэн. Ой, Дань Хэн. Рассо. Глупи. На него свалилась целая башня. Ты понимаешь, это целая башня. Это все. Это просто кошмар. Просто, понимаешь, я вот испытание, окей, я буду проходить сам. Тут они пусть лупят сами. Тимоль тут противник не сильный. Они сами разберутся, что нужно делать. У меня слишком мощный команд. Это что происходит? Это что за ролики? Опа. А вот и леопард. Или как он? Гепард. Кто там? Какой-то снежный барс. Я забыл, как его зовут. Какой-то код. И с тобой теперь драться? Прикол. Это прям босс. Я гепард ландау. Командующий среброревых стражей. Приказываю вам прекратить бессмысленное сопротивление. А долго ты будешь нас лупить? Этот сам по всех нас обманул. Я доберусь до него. А он куда-то ушел? А, и тут нельзя сделать, да? Подозреваемый. Отказаться в сопротивлении. Когда на меня смотрят, как на преступника, я выхожу из себя. Ну давай. Хватай его, да? Лупим его, что есть сил. Мы тогда делаем вот так. Главное пробивать гепарда. И ты ему вообще все снимешь в итоге, да? Снимай. А, мы будем усилять. Усиляй. Усиляй. Потому что там само когда-то закончится, да? Нет, слушай, не закончится. Но вы слабые, вы не очень-то сильные. Так, ну нам кого? Давай, наверное, его. Потому что он тоже не очень... Он нам мешает. Его нужно обезвредить. А, ну вот так? Ты же больше не позовешь его к себе на помощь, правильно? Я на это надеюсь. И все, ребят, лупим его, лупим. Что есть сил? Лупите. А что вы так мало снимаете? Он вон восстановился. Алло. Я не думал, что тут могут они друг с другом все сражаться. А в смысле можно было победить? А главный подозреваемый? Тот с теними волосами. Мы проиграли? То есть эти командующие мы успели... Мы упустили его из виду и теперь не можем найти его следов. Неважно. У нас есть еще его сообщники. Он будет рядом, обдумывая свой следующий ход. Мы не его сообщники. Долго же ждать придется. Мы не его сообщники. Да, мы никогда не говорили. Мы бы никогда не сговорились с кем-то вроде него. Я не пытаюсь выкрутиться, но этот мерзавец нам не друг. Вы видели, как быстро он нас бросил? Мы спасли его из снега под обороте душевной. Мы и понятия не имели, что он использует нас, чтобы сбежать. А вы и попались. Я командующий, а не судья. Как жители Белобога, вы имеете право защищаться. Но это может происходить только под пристальным вниманием архитекторов, а не сейчас. Увидите их. И что мы ждем? Но мы не из Белобога. Посмотрите на нашу одежду. Разве наше оснащение похоже на ваше? Покажи ему Март. Что ему надо показать, чтобы он вас отпустил? Что есть такого у Март? Так. Посмотрите на нашу одежду. Внуки, одежду у вас стран. Молчать. Какую чушь вы оставить? Мы не должны поддаваться искушению осуждать по неосторожности. Посмотрите на их одежду. Действительно, такое нет в Белобоге. Вот-вот. И у нас даже есть фотографии. Вы, наверное, никогда не видели, как вылезет ваша планета, верно? Я сделал это фото. Взгляните. Ерила 6. Мартин показывает гепарду фотографию, покрытый льдом планетный. Ты хочешь сказать, что этот белый шар, это здесь? Наш дом? Как такое может? Говорят, что давно-давно сюда приходили странные гости из-за предела неба. Но после вечной мерзлоты, метели отрезали эту возможность, и больше Белобог никто не посещал. Но эти люди! Мы не вправе решать. Если они говорят правду, то только верховная хранительница может решить их судьбу. Наша задача представить их верховной хранительнице, больше ничего. Чужаки, следуйте за мной. Белобог находится за этой метелью. Ну, пойдем. Все. Добро дано. То есть я мог победить? Добро пожаловать в Белобог, город сохранения. Ого! Фигаси, он здоровый. Какая картинка, да? Чувствуешь это 2D? И че мы? Такой большой Белобог, что мы его грузим? Ух, ни хрена себе. А у меня будет сильно виснуть игра. Скажите мне, пожалуйста. От таких хором. Блин, это... Ой, вроде стало чуть теплее. Потому что вы в Белобоге, последнем оплате человечества. В последнем оплате? 700 лет назад монстры из-за небес подожгли мир. Планета превратилась в выжженную землю с бушующим адом и вздымающимися столбами дыма, простирающимися за горизонт. В борьбе за жизнь вечная мерзлота сошла без предупреждения. Внезапно сильный ветер принес метели, которые похоронили вторгшись легион. Остался лишь Белобог. Непоколебимые архитекторы построили этот город благодаря защите клепота ионоснохранения. В Белобоге всегда тепло, несмотря на безжалостные холода. Странности какие-то рассказывает. Заметные изменения тона. Похоже, он цитирует историческую запись. А почему он нам все это рассказывает? Потому что вы спросили. Нормально, реактор. Нормально. Ну это, слушай, это забавно. Мне нравится. Так, так не греть, что будет все дико лагать. Да? А я не про, я пропустил, что-то там было. Использование умений. Нет, стоит. Сильно лагает или нет? Мне нужно сообразить. А что тут карта огромная, наверное, да? Да слушай, не такая большая. Но тут, видимо, переходы будут. Ребенок, который поговорит в гепардах. Вы видели странных существ за городом. Должно быть, они появились из разрыва в пространстве и съеденном коррозии фрагмента. Наверное. Как ты? Верно. Там в белоснежной буре по-прежнему много угроз. Включая монстр, в которых вы видели. Стреброгривый сражай постоянно сражается с врагом. На бою ситуация безрадостная. Как вы быстро пролистываете. Проконсультируйся с вами по этому поводу. Нам не хватает информации. Но пока мы идем давай по сюжету, потому что нет смысла сейчас ходить, что-то изучать. Что это? Пом-пом, как же долго тебя не было на экспрессе, Ганте. Да, мы недавно виделись. Не так много времени прошло с нашей последней встречей. Не придирайся к словам, пом. Заходи, как будет время. У меня кое-что для тебя есть. Награды проводника. Так. Пом-пом, кажется, хочешь вам что-то подарить? Верните, посмотрите, что это. Понятно. Сейчас пока нам это не нужно. Так. Ночь в городе вечнозимья. Плохая новость заключается в том, что ваш новый друг сам пооставил вас в одиночку разбираться с гепардом Ландау, командующим сереброгривой стражей. Хорошая же новость в том, что стоящий перед вами грозный страж на самом деле довольно уступчив. Вам удается убедить гепарда в том, что вы явились из мира и за небесами. Он обещает сопроводить вас к верховной хранительнице Белобога. Кажется, что все идет как надо. Не о чем переживать. Просто следуйте за сереброгривыми стражей. Пойдем. Че-то, че встали-то? Мы здесь. Это форт Клипота, сердце Белобога и главное управление архитекторов. Форт Клипота? Архитекторы? Это форт Клипота. Давай, кто спросит, такие архитекторы? Спасители человечества, злого до прихода вечной мерзлоты, архитекторы, невзирая на сомнения и насмешки людей, не отступились от строительства ее защитных сооружений. История доказала, что их решение было правильным. Архитекторы назвали эту крепость в честь Клипота его на сохранение. Под их руководством человечество выдержало внешние вражеские атаки и удержало вечную мерзлоту. Даже сегодня мы сопротивляем себя коррозии фрагментума. Это крепость еще и резиденции Верховной Хранительнице. Верховная Хранительница? Лидер Белобога, избранная и назначенная архитекторами. Верховная Хранительница охраняли этот город на протяжении поколения, защищая людей от зла. Текуча Хранительница госпожа Коля Рент, каждое важное стратегическое решение принимает она. Ого, похоже на важное особо. Сейчас я отведу вас в госпожа Рент. Пожалуйста, подготовьтесь к своей речи. Ей дорогое время, поэтому она предпочитает лаконичное общение. Прямо сейчас? Можно хотя бы где-то освежиться на с начала? И мне тоже. Ты отлично выглядишь. Нужно ли соблюдать какой-либо этикет? Да вот это спросим. Это важно. Будьте спокойны, госпожу Хранительницу не интересуют такие формальности. Кроме того, вполне естественно, что раз вы недавно приехали, то не знакомы с обычаями Белобога. Я уже отправил гонца с Вестио, так что госпожа Рент должна знать о вашем прибытии. Пойдемте со мной. Да, гонцы должны бегать быстрее, чем вы идете. Это факт. Броня. Но это бессмысленная жертва. Как ты можешь... Так, кто из них кто? Коколия. Можешь идти, броня? У нас гость. Да. Матушка. Мы ей вроде играли. Что такое было? Госпожа Хранительница, я привел к вам трех чужаков. Межзвездные путешественники. Гонец сообщил мне. Отлично, гепард. Можешь идти. Он сначала развернется, постоит и так потом пойдет. Добро пожаловать, гости из-за предела вечной мерзлоты. Или, может быть, я должна сказать, из-за предела неба? Нет? Я как Коколия Рен, верховная верхранительница Белобога. Буду признательна, если назовете цель своего визита. Значит, вы не ставите наши слова под сомнение? Так, вы верите, что мы из-за предела неба? Давай вот так. Хотя, почему вы его не озвучили? А вы хотите, чтобы я сомневалась? Или, может быть, вы сами себе не верите? Ага. Нет, не сомневаюсь. Я вижу, что вы не из этого мира. Архитекторы хорошо помнят истории, иначе все потеряло бы смысл. Я знаю, что в далеком прошлом, до того, как сошла вечная мерзлота или вторгстый легион, этот мир когда-то был безмерно процветающим. И он соединил нашу планету с другими мирами, и мы открыли безграничные возможности безбрежной вселенной. Мы также узнали о Клипоте, повелителе Янтаря. Под его взором мы построили городские стены. Так что не удивляйтесь, в течение 700 лет архитекторы больше не получали сообщений от звезд. Но я знал о вашем существовании. Так зачем вы пришли? Мы хотим вам помочь. Мы пришли освоить... Что значит освоить? Нет, пришли помочь. Мы приехали сюда за кое-чем известным как Стелларон. Стелларон? Предметы, выпавшие из ниоткуда на некоторые миры. Их появление подразумевает катастрофу. Многие планеты, которые мы посетили, пострадали от их воздействия. Вы упомянули вторжение легиона антиматерии. Вскоре, после их прибытия, эта планета пострадала от вечной мерзлоты. В то же время, начало происходить явление, известное как космическая коррозия фрагментума. Правильно? Да. Стеллароны были брошены эоном разрушения. Вечная мерзлота вызвана Стеллароном. Фрагментумы порождены Стеллароном. Господи, что я должен ей сказать? Давай первое выберем. Я не понимаю даже о чем речь. Вот почему у легиона антиматерии Стеллароны часто появляются вместе. Миры, засеянные Стелларонами, порождают фрагментумы. Что касается вечной мерзлоты, она должна была вызвана Стеллароном, уникальным для окружающей среды вашего мира. Можете считать, что мы добросердечные межзвездные служащие, протягивающие руку помощи любому миру, затронутому Стеллароном. Ваш анализ наших текущих обстоятельств ясен. Мы действительно пережили упомянутые вами бедствия, и некоторые из них подосаждают нам даже сегодня. Но как это касается вас? Даже если этот Стелларон, о котором вы говорите, действительно привел к катастрофе, не вижу его связи с вами. Не верю, что кто-то пойдет на такое, чтобы помочь миру, не связанному с ним, если только не ради выгоды. Вы правы, наша причина приезда сюда не совсем бескорыстная. Если мы не запечатаем Стелларон, то не сможем покинуть эту планету. Пожалуйста, позвольте нам помочь вам. Пожалуйста, помогите нам найти Стелларон. Давай вот так. Мы от всего сердца. Ага, к вашему сведению, мы классные. Вы ведь знаете, как его запечатать, да? У нас есть соответствующие средства. Хорошо, я вам верю. Но если наша нынешняя ситуация действительно является результатом этого так называемого Стелларона, то ваше прибытие это надежда, которую Беловог ждал 700 лет. Я готова помочь вам любым возможным способом найти Стелларон. Уже поздно, а вы должны быть устали. Я распоряжусь, чтобы вас поселили в лучшем отеле. Отдохните там и хорошо выспитесь. Завтра в полдень я пришлю кого-нибудь сопроводить вас сюда, и мы сможем обсудить этот неотложный вопрос более подробно. Ой, я случайно. Спасибо, Верховная Храница. Мы хотим осмотреться. Не-не-не, Брис, спасибо, Верховная Царителька, Хранителька. Покланишься, покланься. Это я должна поблагодарить вас, гости с небес. Мне тоже нужно время. Я проверю наши записи на предметах всего, что может быть связано со Стелларонами. Прошу извинить меня за то, что я не провожаю вас. Как мы хорошо с тобой поговорили. Ага, что-то почуял? Нет. Что это было такое? Что вы все разворачиваетесь так? Это что такое? Конечно, я понимаю. Не волнуйтесь, я знаю, что делать. Ты что? Ты плохая? Хотя бы какие-то ролики идут, хотя бы что-то интересное. Похоже, Верховная Хранительница очень уважает вас. Я получил приказ не ограничивать ваше передвижение. Она очень впечатляющая личность. Она очень рассудительная. Давай вот так. Она большая шишка. Вся из себя королева. Эх, так круто. А, боюсь, у меня еще есть обязанности. Я должен вернуться к своему посту. Надеюсь, вам понравится пребывание в Белобоге. Постой, можешь порекомендовать какие-нибудь достопримечательности? Еще не поздно, мы хотим осмотреться. Что ж, я бы сказал, что Золотой Театр и Кравлический Музей достойны внимания, однако для входа в музей вам понадобится пропуск. Я рекомендую вам сначала посетить монумент Вечнозимья. Это главная достопримечательность Белобога. Если вам нравится музыка, можете отправиться в мастерскую Незимья. Иногда там можно увидеть выступление на открытом воздухе. А выступает... Вы сами все поймете. О, и если вы остановитесь в отеле Гёте, пожалуйста, избегайте переулка, который приходит, проходит рядом с ним, того, где стоят требогревые стражи. Недавно он начал подвергаться коррозии, поэтому его закрыли. Итак, коррозия внутри города. Это серьезная ситуация. Да, мы усиливаем сопротивление. Мне пора, всего вам хорошего. Так, смотрим. На лаги у нас есть немножечко еще времени. Вот прям немножечко. Давай посмотрим, что у нас тут есть. Достижения. За что? Ночь в городе Вечнозимья. Выдержав нежную бурю, вы прибыли в город... А, вы прибыли в город под названием Белобог. Так, давай чуть-чуть его осмотрим. Пока у нас есть немножечко свободного времени, чтобы мы не тратили это... Ой. Эта область недоступна, пожалуйста, верите в недоступную область. А я хочу с ребенком побежать туда наверх. Она так скакала, как будто там что-то раздают хорошее. Так, мусорка. Обычно мусорный бак. Зачем он светится тогда? Любопытный гражданин. Скажите, офицер, который с вами разговаривал, это был гепард Ландау? Что ты о нем думаешь? Что я о нем думаю? Да ведь он командующий среброгревых стражей, не говоря уже о знатном происхождении. Нет, то есть он Ландау, если бы я просто нашел способ рассказать ему о своемстве, то о своей ситуации, я уверен, он бы мне помог. Эх, я забегаю вперед, я уже упустил свой шанс, я думаю, нужно вернуться в очередь. Мы его со всеми ввожу? Так, взволнованная гражданка. Что же мне делать? Только госпожа Хродительца может мне помочь. А это все, мы так что выроза, агрессивная гражданка. Эй, проблемы, хочешь подать петицию, стой и жди. Даже не думай, как-то пролезть без очереди. А ты кто? Взволнованная, а обиженная ты. Эта очередь не двигается, и как долго нам тут стоять? Я вижу тут рука. Камейка. Камейки эргономичны по дизайну, но их размещение не учитывает окружающую среду. Давай заберем. На быстрое прочтение. Обогреватель. Добываемая в подземье, я сущность преобразуется здесь в тепло, необходимое для выживания. А, прикольно. Это фонарь на улице. Отличное вообще наблюдение, я считаю. Обычный сундук. Так, смотри, тут другие сундуки. Алло. А если я их не увижу? Так, давай поймем, где мы. Где вообще? Так, подожди, я смотрю вот сюда, да? Вот. Вот. Это куда я смотрю? Ага, это одна лестница. Мы у одной лестницы. То есть мы можем пройти вот так. Нам, короче, в ту сторону, поэтому мы давай пойдем в другую. Ой, это я зря нажал. Пригородные снежные поля. Потом нужно будет вернуться, посмотреть, мы же там не прошли, все. Там по-любому что-то должно быть. Вот это да, вот это красота. Так, это нам не нужно. Во. Ты что там делаешь? Нижняя полка. Вы замечаете, еженедельник Белобок. Картинки с едой пробуждают аппетит. Это что? Почтовый ящик. Это красный почтовый ящик. Похоже, курьер только что его опорожнил. Теперь он стоит на улице в полном одиночестве. Бедный почтовый ящик. Вот только что опорожнили. Так, мы сюда больше никуда не можем зайти. Это фонарь, да? Зачем вы? Я еще не понимаю вот эти наблюдения. Запертые ворота. Эти железные ворота, кажется, скрывают самый важный секрет во всей вселенной. Да точно. Бабка, поговори со мной. Ладно, как хочешь, бабка. Так, вроде я еще поднастроил, чтобы не лагало. Чтобы не лагало, я еще поднастроил. Что там? Еще бак мусорный. Фонарь, бак. Блокада. Вы начинаете додумывать жизнь этого воина серебряевых стражей. Вон он пустился в распределение, добился успеха. Потом к кому-то перешел дорогу. Его понизили в должности и выставили на мороз. Да, почему ты на морозе? А, ты не хочешь на разговаривать? Я могу пройти? Не могу. Я могу взять сундук. Это отличный вообще торговый автомат. Грохот автомата. Я могу что-то здесь купить? А зачем мне это? Пополнить жизни? Это что? Рецепт? Простое уравнение при вводе машины для синдзо откроет новый рецепт. Но пока мне оно недоступно. Это все восстанавливает, видимо, жизни, да? Защита? Нет. Мне это пока не нужно. Я обойдусь. И никто со мной не хочет разговаривать. Запертые ворота. А где я сейчас? Ага. 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 Клик. Что за клик? Посмотреть. Эй, ты кто? Не важно, кто ты. Не мог бы ты, пожалуйста, уйти. Ты слишком долго торчишь у порога нашей базы. Из-за из канализации на 100 гневные проклятия. Что за шум? Крышка люка теперь разговаривают? Давай вот так. Какая еще крышка люка? Как грубо. Я Микаэль, понятно? Привет, Микаэль. У крышки люка есть имя? Ты хоть понимаешь смысл моих слов? Тебе стоит поблагодарить звезды за то, что ты блокируешь вход на нашу базу. Иначе я бы уже как следует врезал тебе своими нунчаками. Ха-ха-ха, это Микеланджело типа. Это к этому отсылка. Братан, отвезь с нашей двери, а? Пока ты на ней стоишь, у нас без конца трезвонит сигнализация. А если я останусь на месте, что ты сделаешь? А, ладно, мне тебя не заставить. Но тебе придется долго стоять, если хочешь дождаться, когда у меня лопнет терпение. К счастью, я прикупил солнце блинов. Посмотрим, кто кого. Ммм, с сыром вкуснятина. Из канализации доносится чавканье. Мне должны за это достижение дать, я считаю. Собрать. Бабулька молчит. Молчаливая бабулька нам не друг. Вот это машина, как из суперсемейки, да посмотри. Лила, зоолог. Так, мы можем пойти наверх. Ой, что происходит? Эта машина была сделана в Белобоге. От ее капота исходит сухое тепло из-за двигателя, работающего на полную мощность. На смешивый житель. А, я тут это, простите. Простите, я тут совсем ненадолго. Сейчас уже уеду. А что ты, пожалуйста? Пожалуйста, не выписывайте мне штраф. Штраф? Так не пойдет. Нужно поступить по закону. Промочать и не терять рассудительности. Давай штраф? Что? Ой. А, мне показалось, что вы из трибрыгровых стражей. Признаю свою ошибку. Это просто недопонимание. А вам не стоило вот так разгуливать перед чужими машинами без причины? Ладно, пойду. Разве так надо разговаривать со стражами? Ха-ха-ха, давай его объебем. О, так вы из стражей? Что же вы сразу не сказали? Прошу вас, пожалуйста, не выписывайте мне штраф. Я сейчас же уберу машину. Так не пойдет. Нужно поступить по закону. Давай, не теряйте рассудительности. Ну что же вы, скажите же хоть что-нибудь. Вы уже знаете, что я скажу? Ничего не говорить и не терять рассудительности. Ах, вы меня без ножа режете. Я, я дам вам кредитов. Разве этого мало? Владелец машины с молниеносной скоростью свьет вам в ладонь кредиты. Причем немало. И тут же срывается с места. Вообще-то вы добивались совсем не этого. Вы не знаете, правильно ли это, но деньги теперь ваши. Будем считать, что вы приняли штраф от лица стражей. Ха-ха-ха-ха, неплохо денежки заработал. На стекле машины толстый слой грязи. Чем дольше вы взглядываетесь, тем больше вам кажется, что вы смотрите в бездну. Так, что у нас тут наверху? Я предлагаю, смотри, короче, пройти вот этот вот кусочек и на обратном пути еще дальше изучать уже в следующей серии. Что ты показываешь тем? Ты че, Наруто? Похож, смотри, в натуре похож. Я не смотрел Наруто, но я думаю, что он похож. Что-то должно быть точно. Я тебе говорю, точно должно что-то быть. Вот тут мы насобираем быстрого прочтения. Плакат. Подруги к дому у старой ведьмы Лейша встретилась трех всадников. Ведьма назвала их Мой Рассвет, Мое Солнце и Моя Ночь. Кажется, что миссис Труде властвует над всеми безограничной вселенной. Вы заметили, что любопытные маленькие дети обычно плохо заканчивают и подобных историях, но Лейша совсем другая, а он умеет смирить свое любопытство, и поэтому в конце Ессы остается в живых. Так, просто собираем все, что... Все, что мы тут видим, все, что мы тут находим. Обычный сундук. Опа, спрятали, прикинь. Думали, не замечу, а я заметил. Что это? Вы заметите, что под афишами романтических драм все люди всегда собираются парами. Несмотря на необъятность Белобога, вам становится тесно. Да, не говори, действительно. Туда мы зайти не можем. Это все плакаты. Так, Амила. Кто ты? Прошу, не погибай меня, любимый. Я так ждала кольца. Ты преклони шкалена. Судьба связала нас. Навеки я твоя. Могу я чем-нибудь помочь? Я просто мимо прохожу. Не обращайте внимания. У тебя болит горло. Не показалось, что кто-то воду в канализации спустил. Давай вот так. Ла-ла-ла, Лен. Да, в последнее время мне немного не здоровится. Спасибо, что интересуешься. Эм, ты какой-то странный. Ты точно же не журналист? У меня нет никаких эксклюзивов для прессы. Но в любом случае, там милая артистка золотого театра, рада дать интервью в любое время. Какие у тебя есть проблемы? Как ты слышишь, у меня низкий голос. Режиссер был очень недоволен мной, поэтому театр нанял актрису озвучивание, чтобы помочь мне. Как бы это сказать, она действительно не безупречна. Но я прошла профессиональную подготовку и не пропустила ни дня практики. Но теперь мне нужно лишь шевелить губами, словно актрисе не мого кино. Я очень волнуюсь, что они вообще от меня избавятся. Как думаешь, что мне делать? Продолжаю оттачивать свое актерское мастерство. Давай вот так. И что мне это актерское мастерство? Люди идут на мюзиклы ради песен. Позор, если музыкальная исполнительница не может петь своим собственным голосом. Это просто смешно. Я буду похожа на актеров, которые не могут запомнить свои реплики и нуждаться в том, чтобы другие зачитывали им сценарий. Почему бы тебе не играть в пьесах? Это тоже театральное искусство, но в нем требуются совершенно другие навыки. А играть в мюзикле было моей мечтой с детства. Не могу просто так сдаться. Нужно попробовать еще раз. Найди репертуар, который это подходит к моему голосу. Увы, все не так просто. Может, ты этого не знаешь, но время расцвета артиста мюзикла на сцене очень ограничено. Как только их телосложение меняется или их голос становится грубым, им приходится попрощаться со сценой, они называют это проводить больше времени с семьей. Но все знают, что это конец карьеры. Тебе нужно сломить пагубные обычаи отрасли, ты можешь попробовать другие виды мюзиклов. Да, вот так. Даже если театр согласится, зрители на это не купятся. Они всегда совершенно честны в своих стимпатиях и антипатиях. Но ты прав, это действительно пагубные обычаи. Надеюсь, способ избавиться от этой актрисы озвучивания. Нет, полагаться нужно только на свои силы, и этот способ мне не подходит. Она одна из нас, и я надеюсь, что однажды она сможет помолвить свою мечту на сцене. Я не могу придумать лучшего способа. Ничего, спасибо, что выслушал меня, мне уже намного лучше. Пожалуйста, никому не рассказывай о нашем разговоре. Я даже что-то получил. О, песню получил. Прикол, спасибо. Путь преграждает зловещая кованая железная ограда. Вокруг все тихо. Ммм, тихо. Не совсем подходящее слово, потому что внезапно до вас доносятся слабое мычание. Железные ворота будто говорят. Не смей подходить ближе, не смей. Возможно, этот голос принадлежит беспокойному мычине за воротами. Вы подходите ближе с намерением узнать, зачем он вообще играет в чревовещателе. Не смей подходить ближе ко мне. Могу узнать, почему ты разговариваешь сам с тобой. Железные ворота Белобога умеют говорить? Нет, давай больше не будем придуриваться. Ох, вы меня спрашиваете? Я был слишком взволнован, поэтому не заметил вас. Мне очень жаль. Судьбе беспокоит. Ты от кого-то скрываешься? Значит, тебе сразило мое обаяние? Давай вот так. Ха, а вы любите пошутить? Еще бы. Это переулок. Вы ничего не знаете? Недавно здесь начало происходить что-то потустороннее. Переулок? А, вы не отсюда. Переулок это проход за театром. Здесь живем мы, бедняки. Что-то потустороннее? Я не знаю всех подробностей. Только то, что они теперь среди нас. И они уже добрались до нескольких местных жителей. Можно на ты. Ох, ох, слава хранительница. Почему ты просто не уйдешь отсюда? Ох, все из этих ворот. И я, и мои соседи хотим покинуть это место. Но мы не можем открыть ворота. Остается только приходить сюда, подышать свежим воздухом. Ой, уже поздно, нужно возвращаться. Ух, как же мне не везет. Дурацкий переулок. Мужчина вормочет что-то странное. Его голова постоянно дергается. В конце концов, он исчезает в темном переулке за театром. Какой он странный. Интересно, удастся ли снова его встретить? Прогнали мужика. Вот так мы тут и живем. Селина. Блин, получается, конечно, что очень много. Мы тут еще смотрим всего. Но тут действительно нужно тире подольше, получается. Будут это плохо. А, о, а, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ой, а я не заметил, что здесь кто-то есть. Я тебе не мешаю? У тебя прекрасный голос. Ты мне не мешаешь. Ладно, тогда продолжу распевку. Хотя нет, еще не время раскрывать пьесу публике. Лучше промолчу. Как же я? Как же я забывчивая? Впрочем, пьеса все равно, они на стадии репетиции. Я исполняю ведущую роль. Если тебе понравится песня, можно встретиться вновь в театре. А что там у вас в театре происходит? Тебе, гляжу, и правда любопытно, но мне нечего тебе сказать. У госпожи Томилы низковатый голос, но прекрасная актерская игра. Публика любит ее. Но мне кажется, госпожа Томила мною недовольна. Это немного меня смущает. Почему она тобой недовольна? Не знаю, может быть, я все надумываю, но во время последних репетиций мне показалось, что госпоже Томиле не нравится просто открывать рот. А еще я не должна этого говорить, но мне так было неловко, когда недавно госпожа Томила публично раскритиковала тексты песен. Потому что те песни были для ее персонажа, которые я должна была озвучивать. И мне показалось, что это она все мне высказывала. Неужели я что-то плохое сделала? Зачем озвучить мюзикл? Почему же она тогда ведущая актриса? Давай вот так спросим. Тсс, не говори так. Актерская мастерская госпожа Томила на высшем уровне, и публика ее любит. Просто режиссер сказал, что голос госпожи Томила совсем не девичий и выбивается из образа, а затем попросил меня петь за нее. В общем, не важно, что это мое личное дело, не беспокойся. Почему бы тебе самой не выступать на сцене? Я думала об этом, я хочу проложить свой новый путь. Мне так неловко это говорить, я могу петь днями напролет, и никогда не надоедает. Может вы обиду друг на друга затаили? Нет, мы уже работали несколько раз, и все было прекрасно. Что же касается обычной жизни, но госпожа Томила звезда, и мы почти не общаемся. Я ума не приложу, с чего бы ей на меня злиться. Наверное, я все себе надумывала, потому что у нас разные взгляды. Может она завидует твоему хорошему голосу? Тсс, не надо так говорить. У госпожи глубокий голос, очень трогательный, особенно когда она поет лирические песни. Например, контр-альто варри, обратно в ночь, мне не по силам. Ночь я увидела слезы в глазах твоих. Будешь ли ты любить меня после рассвета? Госпожа Томила от природы красивый превосхода на сцене. Она просто не может мне завидовать, не думай так плохо о людях. Ты все надумываешь. Вот так. И там, я думаю, должен быть сундук. Да, вот, пожалуйста, сундук. И телефонная будка. Это телефонная будка, и вам она в диковинку, потому что... Потому что вы родились в эпоху мобильной связи. Действительно. Так, ну к стражам мы туда не можем пройти. На люках ничего больше не происходит. Давай проверяем мы вот здесь, и на этом закончим. Поэтому я дальше не пойду. Потому что... Это у нас займет очень много времени. Может что-то с почтовым ящиком? Красивый почтовый ящик, сперва торчит. Белый уголок конверта. Это письмо, к сожалению, застряло. Давай достанем. Посмотрим вообще, куда оно должно быть. Постротно зажимайте конверт между пальцами и достаете его. На конверте написано. Добрый человек, не могли бы вы купить мне марку, чтобы наклеить ее, а потом отправить? Тысяча благодарностей. В открывайте письмо. На обрывки газеты короткое сообщение. Сестра, пожалуйста, срочно пришли мне 50 счетов. Люблю, брат. Получены предметы. Не доставлено письмо. Конверт наизмена в Белобоге. У меня написано, дрожащий друг не могли бы вы купить марку. Наверное, в надмирье кто-нибудь поможет разбираться с этим письмом. А, то есть я еще не зря залез в это письмо. В этот ящик не зря. То есть тут еще нужно еще мне вот так в каждый этот смотреть. Смотреть в мусорный бак, это просто бак. Что ты хочешь сделать? Вы боретесь с желанием открыть его. Из-за крышки исходит слабое золотистое сияние. Сладкое и манящее. Но мгновение вам даже мерещится, что мусорный бак превратился в сундук с сокровищами. И это снова происходит. Вы делаете глубокий вдох, протягиваете руку и откидываете крышку. Пусто. Постойте, вы залезаете поглубже в мусорный бак. На дне лежит кусок железа. Не зря вы старались. Наконец-то вы нашли сокровище. Вы оглядываетесь назад и видите, что ваши ступники, спутники, странно на вас смотрят. Не объясняй, я понимаю твое сильное желание. Как только человек встанет на этот путь, он уже не сможет повернуть назад. И мы что-то еще получили в мусорном баке? Аватар за проходение скрытых миссий на Ерила-6. И тех, кто умеет посмеяться над собой, много друзей. Поэтому ты это кому говоришь? Серьезно? Два мусорного бака, один для отходов, другой для влажных. Итак, к чему относится скорлупа кокосовых орехов? Скорлупа? Так это сухой. Это верно, кокосовая шелуха. А, не гниет. Не токсичный, не подлежит переработке. Это сухой мусор. Вы радостно погружаетесь в сортировку мусора. А, то есть надо много с ними вот так разговаривать, с этими мусорками. Алло. Где еще есть мусорки? Это жесть. Это столько занимает времени. Алло. Так, смотри, мы проверяем здесь мусорки. И идем дальше. Нет, мусорный бак. Ну и заканчиваем смысл. Внутри этот мусорный бак, как новенький, вы никогда раньше не видели такого чистого мусорного бака. На самом деле, вы никогда раньше не видели ничего страшного как чистого. Этот мусорный бак подобен самому воплощению вселенской чистоты. Это уже абсурд, да? Погладить бак, присмотреться повнимательнее, закрыть крышку, давай вот так. Вы внимательно взглядывайтесь. Внутри этого мусорного бака нет пыли и царит кромешная тьма. Такая чистая тьма, которая окружает 9 в туманности из темной материи. Это привлекает ваше внимание. Вы не можете отвести взгляд. Вы видите себя, видите Март 7 и Даньхена. Судьбу Звездного Экспресса и конец будущего. Вы заставляете себя отвести взгляд, и видение рассеивается словно сон. Что там внутри? У тебя такое странное выражение лица. Ничего. Так вы решили ей ответить. Ага, все. Прикол, то есть там где желтая, там где желтая, вот эта штучка светится, значит надо до максимума ее пытаться сделать. Вот, на такой машине мы как раз закончим. Ну, вообще отлично. Получилось много, но очень интересно. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Подписывайся на канал, оставляй лайк и комментарий, делись этим роликом с друзьями, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Скоро увидимся, всего.